Всем привет! Здесь я хочу представить, как можно перенести со старого М.2 накопителя на новой операционную систему и имеющуюся на нём информацию, при условии, если на материнской плате для него присутствует только один разъём. Решением может быть использование переходника с М.2 на PCI-Express, либо адаптер с выходом на SATA, но в таком случае стоит убедиться, что он поддерживает NVMe-интерфейс. Перейдём к рассмотрению на первом переходнике и для этого фиксирую накопитель в нём с помощью винтика. Выполнив подготовку, подключаю в разъём PCI-Express на материнской плате. Затем, включив компьютер, в моём случае сразу нажимаю клавишу DEL и перехожу в UEFI BIOS. Здесь, переместившись в меню загрузки, выбираю дисковод с Acronis и кликаю по нему. Далее, в отобразившемся меню запускаю Acronis True Image. Подождав, когда он запустится, что занимает некоторое время, из приведённого функционала перехожу в инструменты и утилиты, где выбираю клонирование диска. В появившемся окне оставляю автоматический режим. На следующем этапе указываю исходный диск, с которого будет перенесена информация. Кликаю по клавише Далее и выбираю второй М.2 накопитель. После подтверждения данной операции и последующего применения сделанных настроек, будет произведено клонирование. Возможно, ситуации, когда такого переходника под руками не окажется. В таком случае, например, запустившись загрузочного дистрибутива Acronis True Image и перейдя во вкладку резервного копирования, выбираю данный пункт. Далее ставлю галочки напротив всех разделов диска, с которого планируется перенести информацию. На следующем этапе, нажав по клавише Обзор, остаётся указать накопитель, на котором имеется достаточное количество свободного места для будущего образа резервной копии. Затем следует приступить к выполнению данной операции. По завершении, выключив компьютер и извлеча старый М.2, следует установить на его место новый. Далее, запустившись загрузочного дистрибутива Acronis, в пункте восстановления, найдя сделанную ранее резервную копию, остаётся её развернуть на новенький диск. Конечно, можно воспользоваться и другими программами, позволяющими выполнить клонирование и создание образов дисков, например, как клон Зилла. На этом у меня всё. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.